Всем привет! Вторая, можно сказать, часть. Другой телевизор на 43 уже дюйма, разрешение 4К А431 от компании DeXus. Давайте начинать, поехали. Распаковка и, можно сказать, первое впечатление, как выглядит, что лучше ли изображение, чем на 32. Подобное видео, соответственно, про 32-ю диагональ этой же линейки телевизоров от компании DeXus, которая собирается в Республике Беларусь на заводе не Витязь, а другой Горизонт, который раньше делали в Советском Союзе. Давайте начинать, поехали. Поставляется, соответственно, в коробке в специальном антистатистическом пакете. Здесь документы, есть, соответственно, 4 винтика для ножек. Ножки тоже в комплекте есть. Пульт выглядит следующим образом. Легкий матовый пластик. Включаем, смотрим. Значит, при включении сейчас проверялся телевизор в магазине на битые пиксели, по-быстренькому был активирован. Питание, что у нас тут питание, отключить, таймер изображения, тратата, это все хорошо. Дальше, настройки. Мы заходим в настройки. Быстренько, смотрите, какое он быстродействие по системе. Давайте подключимся к нашему 5G, причем видит. Это хорошо. Так, здесь мы ставим на паузу. Продолжаем дальше. Очень быстро подключается к Wi-Fi. Собственно, для чего решил заснять данное видео. Данное видео я решил заснять по причине того, как это все вообще работает. То есть, лучше или качественнее изображение. Как у нас здесь, она домой, домой, давайте домой. Эксит. Это в режиме каналов. Сканируйте каналы. Так, мы заходим сюда. Входы, антенна, кабели, АТВ, главный экран, Android. Собственно, здесь все, как на обычных Android TV современностей. Здесь можно завершить аккаунт. Мы сейчас добавим аккаунт человека, который будет пользоваться. Уже, соответственно, предустановлены или хотя бы ярлыки приложений есть. Здесь тот же YouTube. И я сейчас вам для качества отображения специально снимаю сбоку. Во-первых, собственно, вы... Вот, давайте самое первое видео. Макро 8К, да? Естественно, посмотрим, будет ли отображаться... Так. По звуку сразу, да? Качество. Да, смотрите. У нас 4К из коробочки. Отлично. Дальше. Нет. Зайдем в настройки. Изображение. Dolby Vision. Режим энергосрежения. Выключаем. И ставим яркий. Яркий. Звук. Сразу смотрим, что у нас здесь есть. Пользовательский. Давайте, пускай будет... Вот так, да? Объемный звук. Динамики ТВ. Здесь можно выбрать задержка динамиков. Это все понятно. Смотрим на качество изображения. Алиса, выключи свет. Спасибо. Причем давайте по звуку, да? Это у нас даже не половина. Ну, по звуку здесь нужен какой-то дополнительный саундбар. Звук посредственный на троечку с плюсиком. В принципе, для просмотра эфирных ТВ более чем достаточно. Качество изображения более чем устраивает. Друзья, сейчас он по акции стоит порядка 13-14 тысяч рублей. Это просто как бы, ну, за эти деньги 43 дюйма. Еще 3-5-7 лет назад мы даже мечтать не могли, что, в принципе, по цене похода в ресторан на один вечер можно купить телек, ну, не знаю, на кухню, да и просто в гостиную. Ну, там, не знаю, еще куда-то на дачу. Здесь у нас уже YouTube сам подлагивает в плане как бы интернета. Что еще сказать? Уплавлялка здесь есть. HDR10 есть. Соответственно, 43 дюйма это у нас 108 сантиметров. В принципе, более чем достаточно для повседневных нужных. Ну, тут у нас уже подключивает непосредственно сам интернет. Далее. Что у нас? Давайте возьмем вот такое вот видео, которое с 8К. Что у нас здесь будет? Обычное качество HD. Ну, давайте Full HD. Чтоб это все побыстрее. Бали-шмали, вот эта вот вся кутерьма. Опять же, смотрите, да? Еще раз. Акцент делаем на стоимость телевизора. Да, друзья, за эти деньги, как бы, мне кажется, лучше вы не найдете конкурентов. Ивенты. И Falcon, в принципе, тот же хер, только сбоку. И это китаец. Это какая-никакая Беларусь. И, соответственно, более-менее понятно все по моментам. Сейчас добавим, соответственно, Google аккаунт. Закачаем те приложения, которые человек будет пользоваться. Здесь все понятно, да? То есть, наверху у нас это настройки. Здесь мы выбираем настройки устройства, пультов, приложений. Можно пользоваться Bluetooth, можно пользоваться Wi-Fi, подключать периферию. Дальше здесь у нас статус подключения к сети. Причем с главного экрана здесь у нас входы. То есть, сейчас это обычный. Можно выбрать HDMI, если у вас подключена приставка, игровая приставка и так далее. Ну, и единичка, это одно уведомление о том, что нам надо завершить настройку Google аккаунта. Ну, а все остальное обычно поддерживает, естественно, цифровые каналы, которые есть на данный момент на территории России. Порядка 20-23 каналов. Все зависит от региона. Мне кажется, везде сейчас уже как минимум 20 каналов. Но для настройки 20 каналов вам не нужна приставка, но вам нужна хоть какая-нибудь антенна. Этого более чем достаточно. То есть, приставка вам не нужна. Здесь уже все системы DTV2 и DTS. В общем, вся эта кутюрьма здесь есть. К чему видео? 13,514 тысяч, и вы получаете суперский экран на 43 дюйма. Смотрите эфирное ТВ, смотреть фильмы, устанавливать приложения. Поэтому бегом по ссылке в описании. Смотрим характеристики. Пультик вот такой, кстати. По выносу кнопочек, что у нас здесь есть YouTube. Netflix нам не нужно. Правим видео еще до сих пор. Хотя уже надо подстроиться под санкции. Голосовой поиск. Работает? А, надо сопричь телевизор. Сейчас мы сопричь телевизор. И должно все заработать. Секунду. Погода в Петрозаводске. Открой приложение YouTube. Открываю приложение YouTube. Закрой приложение YouTube. Главный экран. То есть все очень-очень быстро. То есть быстродействие по системе. Нету никаких нигде затупов, заглюков. Все работает. Это все сразу настраивается долгим. Переместить, удалить из избранного. Это тоже удалить из избранного. Это, соответственно, плей-фильмы YouTube, PowerPoint, TV Live, Prime Video. Тоже никто не будет смотреть. Удалить из избранного. Netflix тоже никто не будет смотреть. Тоже полностью удаляем из избранного. Это переместим сюда. Давайте сразу посмотрим, есть ли НТВ будет сразу показывать. Мне кажется, войти в аккаунт. Надо все будет показывать. Точнее, скачается приложение. В общем, друзья, еще раз по ссылке в описании ознакомливаемся, смотрим, сравниваем. Кому какой диагональ. В общем, на самом деле, 48 075 диагональ. Огромный телевизор. Кому-то может быть куда-то ради приколов купить. 4К. Да, не супер-пупер матрица, но за эти деньги. Камон. 48 075 дюймов. Где вы еще такое видели? Спасибо за просмотр. Как всегда, пишет Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. Так, давай сюда. Будем тебя сейчас настраивать. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok